Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры Климат-контроль, друзья мои, у нас в эфире на радиостанции Болтком Надо сказать, что погода сегодня просто замечательная, пятничная Как-то чувствуется все это очень комфортно Но ученые бьют тревогу, говорят, что не всегда так будет И в частности у нас в эфире специалист Константин Рангс Морской геолог и пишущий журналист о науке Хотелось бы сегодня вопрошать Константин, здравствуйте Во-первых Добрый день Хотелось бы вопрошать Скажите, пожалуйста Ученые действительно бьют тревогу, говорят, что ресурсы планеты подходят Истекают практически на глазах И как это связано с политической жизнью и социальной жизнью нашего общества Есть ли какая-то взаимосвязь между климатом и насущными нашими днями Как нам жить дальше во всей этой атмосфере Ну, надо сказать, что есть повод об этом поговорить Неделю назад произошло событие Ежегодно подсчитывается количество ресурсов Невозобновляемых ресурсов Которые, собственно говоря, наша цивилизация расходует Надо сказать, что где-то в 70-е годы Еще в 70-е годы В общем-то совпадал этот дебет с кредитом 31 декабря все расходовалось Ну, а с тех пор мы стали вести себя гораздо более безумно И последние годы вот эта дата Она где-то приходится на август месяц Конец июля-август То есть что это означает? Это означает, что неделю назад Все человечество благополучно израсходовало все ресурсы Которые планета может восстановить в течение года Оставшееся время, вот теперь Мы расходуем ресурсы как бы в долг У следующих поколений То есть уже, собственно говоря Начинаем расходовать неотложенное в банке То есть обычно мы должны жить как бы на процент По аналогии А тут мы уже начинаем расходовать потихонечку И то, что в банке лежит Вот с чего, собственно говоря, проценты натекают И вот эти ресурсы Это касается самых разных ресурсов Начиная, например, от Тунца С которым вообще ситуация крайне нехорошая Вот, поэтому можно сказать, что кушайте Тунца Пока он еще есть Вот, и кончая полезными ископаемыми самого разного рода Которыми тоже есть проблемы В этот ряд входят самые разные продукты Которые мы используем Это и древесина Леса вырубаются по страшной силе Это уже об этом и говорить И говорят И кричат уже Но, собственно говоря, воссыны не там И эксплуатация морских ресурсов Не с одним Тунцом проблемы Ну, в общем, собственно говоря Люди продолжают жить по принципу После нас хоть потоп И это вызывает большую проблему У тех людей Которые с этим столкнулись Которые это понимают Эту ситуацию Это самые разные люди В разных местах И речь идет о том Что через некоторое время Мы окажемся А в некоторых странах уже Оказались перед простой дилеммой Либо, собственно говоря Тот, кто сильный Тот хватает в себе оставшиеся ресурсы И пытается, так скажем Урвать себе кусок роскоши Правда, понятие роскошь меняется Значит, в условиях жажды В пустыне и в канвале Это роскошь А другие считают Что необходимо максимально Как скажем Регулировать Общественную, экономическую жизнь Поскольку каждый человек Имеет право На чистый воздух На пищу Ну, все, собственно говоря Доступ к этим самым ресурсам А первые Кричат, что это вот Социалисты, коммунисты Тут леваки Шумят Эти обвиняют Предыдущих в том Что это дикий Звериный оскал капитализма В общем, собственно говоря Ситуация За последние десятилетия Кстати, не улучшается А только идет Все больше и больше в разнос Но, так скажем Профессионалы Они пытаются понять Какой можно найти путь Какой выход Из этого Из этого клинча Потому что Собственно говоря Все очень начинает напоминать Так скажем Путь к знаменитому Ну, он не так Знаменитый Но довольно хорошо оцененный Специалистами Фильм Белолизию Ранен на земле Вот стоит его посмотреть И понять Куда все потихонечку Начинает двигаться То есть Экология Экологические Скажем Все чистота и порядок Это становится Достоянием Самых обеспеченных Ну, на данный момент И членов общества И стран В мировом сообществе А вот остальные Оказываются В положении Гораздо более Грустных И вот С нашей точки зрения Как раз Возникает тоже вопрос Где же мы Здесь В конечном счете В ближайшие Пару десятилетий Это не завтра Все произойдет Но в течение Ближайших Пару десятилетий Окажем В этом В этом ключе Я не знаю Мне хочется задать вопрос Константин Он такой Знаете ли Достаточно Ну, не знаю Мрачный Потому что То, о чем вы сейчас говорите В общем-то Неизбежно Приведет к столкновению К противостоянию И не дай бог К войне Потому что Если будет борьба За ресурсы За воду За чистый воздух И общество Придет К жесткому Противостоянию Что в этом смысле Нужно делать Если мы говорим О социальной Системе То что лучше В данном случае Капитализм Или социализм Потому как Все-таки Бездумное расходование Запасов Энергетических И ресурсов Только ради выгоды Собственно О чем Говорит Психология потребления На чем построено Капиталистическое общество Вряд ли приведет К чему-то Полезному В этом смысле Что делать Может быть Социальные системы Такие как Например В Китае Или там Не знаю Не дай бог В России Они как раз Способны Регулировать Этот момент И как-то Разумно Распределять Благо В планетарном масштабе Ну например Если говорить о Китае То там тоже Это пример того Как Благими намерениями Выложена Дорога ват Например В свое время Отец Китайского Экономического Чуда Дэн Сяо Бин Это самое начало 80-х годов Он Выступил В целом Рядом работ В которых Объяснял Что Вы понимаете Какая-то существует Путаница В названиях То есть мы названий Придумывали И вот Ученые Живу Из университетов Они очень Знаете Как средневековый Схолас Это решали вопрос Сколько дьяволов Может уместиться На кончике иглы Так вот Сейчас Очень часто Это тоже Напоминает Такие же дискуссии Слов много А смысла Как бы Ничего Дэн Сяо Бин Пошел следующим путем Он сказал Что он говорит Вот говорят Социализм И плановая экономика Чуть ли не одно и то же Но дело все в том Что социализм Может быть рыночный Потому что Социализм Вот в его понимание Это тогда Общество Принадлежат Себя Производства То есть заводы Заводы Принадлежат Обществу Как угодно Через акционерную форму Какую угодно Но при этом Значит Они действуют Согласно плану Но самое интересное Писал Дэн Сиопин И в капитализме Тоже существует Планирование Кстати он Видел Что Развитием Электроники Развитием Управления Вот А он же как раз Застал тоже Развитие интернета Вот это Приведет к тому Что планирование И при капитализме Тоже будет развиваться Что мы Кстати Сейчас И имеем Каждый раз Когда мы Товар прогоняются С штрих-кодом Тот шпик Да А потом мы платим Мы таким образом Передаем информацию О себе О своих вкусах Компьютеры И Благодаря этим Компьютерам Удается выяснить Сколько нужно Торговой сети Купить сахара Завести Сколько нужно Функца завести Сколько мяса И не держать Поэтому Бесполезные склады В принципе Дальше Дальше говорил Дан Сиопин Существует То есть Как капитализм Планирует Так и социализм Планирует А с другой стороны Говорят Что Рыночное общество Это общество Свободной конкуренции Но дело все в том Что конкурировать Можно смогут С собой Предприятия Самой разной Формы собственной И мы такое знаем Есть и в Европе И В той же самой В Китае Когда предприятия Которые формально Находятся В государственной Собственности Они могут Между собой Драться Что ой-ой-ой Но в рыночном смысле Конкурировать И это тоже возможно Когда возникает Вообще вопрос Что такое социализм Знаете Вот какая Интересная вещь И в момент Что например Социализм В густах Того же Трампа Это совершенно Не тот социализм О котором Говорил Например Леру Который кстати И придумал Это слово В 1834 году Еще Пушкин жил Но у Леру Социализм Это антипод Индивидуалист Он противопоставлял Интересы Действия В интересах Общества И силами Общества Интересам Индивидуума Индивидуальности И силами Индивидуальности Вот И тот вопрос У меня однозревает Встречный Скажите пожалуйста Ведь известное дело Что нет такого Бизнесмена Который бы не пошел На любое преступление Ради прибыли В 300 процентов И поэтому мы видим Например что происходит Сейчас с Африкой Континент в общем-то Зеленый Превращается в настоящую Помойку Это только ради денег Самое тоталитарное Общество На мой взгляд Капиталистическое Потому что управляют Этим обществом Как раз таки Деньги И все заточено На прибыль И поскольку Психология Человеческая Она не меняется Вне зависимости От того Как развивается Общественная формация Человек желает Потреблять И чем больше Тем лучше Что нужно менять Психологию Человека Отношение к жизни Или целиком Общественной формации В которых мы живем Ну вот я как раз Хочу сказать Закончить Что допустим У Дэн Сэмпина Были прекрасные идеи Но Как только Они запустили Реальную Свою внутреннюю Систему развития В Китае Через какое-то время Как говорят Уже поздние исследователи Китай Переродился В капиталистическое Государство По сути Но С коммунистической Символикой Вот как-то так Это произошло То есть Вот эта вот Конкуренция Непрерывная Конкуренция Она В общем-то С одной стороны Высвобождает Энергию Людей А с другой стороны Она как раз Приводит к тому Что мы начинаем Уничтожать мир Вокруг себя Вот 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 Дело Дело Все в том Что одна Из проблем Это как раз Как вы сказали Деньги Желание Быстро Копить Заработать Но У денег Есть Одно Интересное Особенно Дело Все в том Что Денег Можно Приумножать Не работая В том Понимании Как это Понимает Человек Который Работает По найму Ну Например Ну Вот Человек Ведущий Ведет Передачи Шахтер Рубит Уголек Инженер Сидит Проектирует Что-то Считает В общем Если задаться Вопросом Что Все эти люди Делают На что Они меняют Деньги Они Меняют Деньги Время Своей Жизни Так И Это Никто Им Не Скомпенсирует Вот Восемь Часов Ты отдал Предприятию Ты отдал Восемь Часов Своей Жизни Чтобы Получить Деньги На которые Ты там Оплатишь Крышу Над головой Одежду Школу Для детей И еду Прежде всего Еду Вот это Так оно И происходит И поэтому Один Практически Современник Немецкий Философ И ученый Арм Петерс Выступил С идеей Эквивалентного Обмена Эквивалентной Экономики Он Фактически Предвосхитил То Что потом В Голливуде Показали В виде Время Время Где люди Обмениваются Друг другом Временем Жизни То есть Слогика Петерса Очень простая Владелец Банка Если он Работает Восемь часов Он должен За свою Работу Получать Как за Восемь часов Потому что Восемь часов Стоять у Станка Токарного И восемь часов Сидеть в кабинете Это все равно Восемь часов Жизни Конечно Можно спорить И сказать Что человек Который Сидит И руководит Его продуктивность Разно выше Но дело Все в том Что там Есть возможность Уже придумывать Какие-то реальные коэффициенты Но все равно Время Будет учитываться Одно у всех А вот сидеть Ни черта не делать Прошу прощения И жить на процент Из капитала Который Вдобавок Ты не заработал Вот это уже Собственно говоря Классическое Паразитирование По Петерсу На долг Ну Все мы Являемся В какой-то степени Паразитами Живя на нашей планете Можно было бы сказать Что человек Действительно Паразитирует И я не знаю Конечно Странным Могло бы показаться Такая мысль Что планета Сопротивляется В результате Этот коронавирус Потому что планета Говорит Что хватит Ребята Хватит Уважаемые люди Меня нещадно Вот так вот эксплуатировать Земля Бастует Восстает Против такого Невежественного Отношения К самой себе К природе Природа бастует И что будет В этом смысле Меняться В социальном плане Капитализм уйдет Нужна будет Новая формация Люди придут В какой-то новой форме Потому что если так Будет продолжаться Ученые говорят Что к 70-му году Половина флоры И фауны Просто исчезнет В нашем мире И это приведет К тому Что на планете Невозможно будет Существовать Человеку вообще Вот об этом Вот об этом-то и речь Против Когда этот фильм Элизиум Про который я уже Не говорил Да Самые богатейшие В условиях Современной экономики Создадут себе Города Ну хоть их закроют Куполами Ну в фильме Это в космосе Суперсвенция Неважно Они создадут себе Зону Прекрасного Хорошего Климата Чистого воздуха А с другой стороны В планете На планете Будут места Которые превратятся В гигантские Свалки И Эти И в гигантские Промзоны И вот Одни будут Работать Фактически В условиях Такого рабства На других То есть мы возвращаемся Круг замкнулся Вот И естественно Это вызывает Большое сопротивление И очень много людей Во всем мире Они требуют Изменения ситуации И в данном случае Требуют Изменения ситуации Именно В плане Введение Каких-то Норм Потребления Природных Ресурсов Посмотрите Допустим В тех же самых Скандинавских Странах Об этом Говорят Открыто И в том числе В парламенте Что хватит Условно говоря Апать Вот все Надо с этим Завязывать Какого Условно говоря Дьявола Вам нужно Покупать Машины Это же Понимаете Зачастую Моразм Человек Сидит И рассуждает О том Как Прочее Да Потом Садится В машину С шестилитровым Двигателем Каким-то Монстром Или там Четырехлитровый И радостно Катается Причем С нарушением То есть Условно говоря Необходимо Каким-то Причем Дело в том Что мне так кажется Наше общество Оно ведь Сформировано На понимании Потребления Да То бишь Еще сто лет Тому назад Дядюшка Фройд Он Такую мысль Изрек Что Мы наполовину Состоим Из чувства Собственной значимости Для того чтобы Чувства собственной Значимости Реализовывать Нам нужны Новые Как Нужно Предположить Что мы личности А для того Чтобы Продемонстрировать Насколько Личность Наша Развита Почему-то В наше сознание Вложили Что нам Нужны Новые Телефоны Каждые Полгода Покупать Новый Телефон Если Машина У соседа Круче Чем у меня Мне нужно Попытаться Купить Еще более Крутую Машину Для того Чтобы Чувство Собственной Значимости Возвысить И На этом Заточена Вся Экономика И мы Сейчас Видим То что Произошло Пандемии Главного Участника Этой Экономической Формации Капиталистической Убрали Это потребители Экономика Начинает Рушиться И мы Видим Что падение 30% В Америке В Великобритании 22% Падение Это очень Большое Это как При войне На самом деле Экономика Рушится Потому что Нет Основного Фундамента Потребителя Потребитель Пропадает Люди Не покупают Эти вещи Экономика Разрушается Что делать Есть ли Возможность Отрегулировать Этот экономический Момент Насильно ли Потому что Я так понимаю Что сознание Обывателя Или бизнесмена Вряд ли Удастся Поменять Вряд ли Люди Самостоятельно Придут К тому Что Решат Что нужно Довольствоваться Малым Допустим Та же Скандинавия Она Имеет Уже Более Столетнего Опыта Например Борьбы Людей За Свои Права Вот Например Стоит Вспомнить Ту же Финляндию Женщины Она была Тогда В составе Российской Империи Она имела Самоуправление Там В 1906 Году Женщины И рабочие Получили Все Виды Избирательного Права Но Стоит Заметить Что еще В 1900 По моему Восьмом Году Уже были Массовые Выступления Работников В защиту Окружающей Среды И очень Это важно Что люди Там организовывались Они поняли Что нужно Действовать Только Организованно И играть На тех На той площадке Которая Существует А не Сидеть И Жевать Всему Мир У нас Есть Телефонный Звоночек Константин Давайте Послушаем Кто-то Пытается Нам Дозвониться Давайте Послушаем Нашего Слушателя Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Пожалуйста Алло Константин А вы Забыли Про такое Как Маркетинговый Ход Про рекламу И вот Гоша Вы тоже Ну Человеку Можно Мне кажется Впаять Все что Хочешь Если он Будет Правильная Реклама Вот возьмем Пример Ну Хотя бы Там Сегодняшнего Дня Российская Вакцина От коронавируса Ну Не умеют Они сделать Такую Маркетинговую Программу Там Маркетинговый Ход Так как Скажем Там Это самая лучшая Ноу-хау Технологии Ну как Работают Там Маркетологи Ну просто Гениально Ну понимаете Продадут Все что Хочешь А вот Маркетологи Там Те же самые Российская Вакцина Ну просто Ну у нас Умные люди Работают Ну то есть Не дураки У нас работают И будем продавать Вот эту вот Вакцину А если бы они влили То я думаю Во всем мире Шла бы вперед Российская Вакцина Спасибо Спасибо большое Можно я дополню Надо сказать Что маркетологи Как раз и создали Психологию потребления Да Именно так оно и случилось Есть такой фильм Называется Век эгоизма Он документальный И там рассказывается о том Что на протяжении Последних 100 лет Эту идею Фрейда О том что человек Личность Ему эту личность Нужно развивать Навязывалось Не только сознанию Человека А еще и в подсознание Вбивали И сегодня Мы действительно хотим Как-то выделяться Поэтому нам нужны Новые шмотки Лучше чем у соседа И в этом как раз И заключается Психология потребления Что с этим делать Все это раскручено Действительно маркетологами Это все рекламщики Я сам занимаюсь рекламой Много лет И я знаю Что это действительно Именно так и происходит Тут можно еще добавить Что после Второй мировой войны Огромное количество Специалистов В области Войны Так скажем Этимистической войны И пропаганды Ну Западных стран В условиях Рыночной экономики Стали искать Приложения Своим силам И они пошли На службу Международным компаниям И Используя Новейшие В тот момент Появившуюся силу Телевидение Радио Уже было Полиграфию Совершенно Они создали Вещи И методики Совершенно Замечательные Во-первых Стали массово Изучать Потребителя Ведь по числу Нашего Мартания По нашим жестам Можно многое Узнать От человека Но ведь То что делали Условно говоря Деды Нынешних Маркетолог Ни в какую Так скажем И близко Не стоит с тем Что происходит сейчас Мы же сами В социальной сети Пишем на себя Такой Автодонос Когда мы Рассказываем Что нам нравится Какие цветочки Нам нравятся Какие виды Нам нравятся Мы это все Публикуем Это все Обрабатывается И в результате Этого Строится Система Представления О том Что же нужно Сказать Потребителю Что ему Показать Чтобы он Захотел Покупать Покупать И покупать Но надо сказать Что как раз Порцы За экологию В общем-то Их огромное количество Выходцев Из той же Силиконовой долины Кремниевой долины Правильный Из Соединенных штатов Из других Крупных центров Они прекрасно Это понимают И используют Эти же методы Для того Чтобы Заставить людей Задумываться О том Как они живут Где будут жить Их дети И что мы должны делать И надо отметить Что допустим Да вот Прав наш Радиослушатель Который сказал Тесла Это наверное Не самый Совершенный Автомобиль В мире И даже Не со Самой Инновационной Но как Он продается Элон Маск Это Кений Маркетинг Он продает Все что угодно И мы Все радостно На это Смотрим Мало того Формируется Буквально Секта Людей Которые Готовы С вожделением Внимать Любому Ему Слово Вот это Это умение Это талант Нужно понимать Что в США Например В Британии Эта технология Эти знания Они появились Не вчера Они появились В результате Так скажем Как минимум Трехсотлетней Эволюции И развития А в той же Самой России Простите Крупные Специалисты В этой области Они покинули Россию В 1917 Году И когда В 50-е Годы Начали Опять Все Раскручивать Так Более Менее Выяснилось Что Далеко Не всегда Все Получается Как Хотелось У нас Есть еще Один Звоночек Давайте Послушаем Ниня нашего Радиослушателя Добрый день Здравствуйте Добрый день Пожалуйста У меня такая Возникла Мысль Вам не кажется Что Система Образования Нынешняя Которая Формируется В том числе У нас И в Латвии Идет к тому Чтобы была Огромная Серенькая Масса Которой Можно было Действительно Вчухивать Все Что угодно Спасибо Абсолютно Согласен С вами Я думаю Что Где-то Последние Ну наверное Лет 50-60 Система Образования Во всем Мире Она Сначала Кое-где Она Окостенела Полностью И перестала Отвечать Требованиям Сегодняшнего дня А с другой Стороны Все эксперименты Стали приводить К тому Чтобы Сделать Из детей Ну хороших Добропорядочных Голосовальщиков И хороших Добропорядочных Обывателей И потребителей И уже Из этой массы Отбирать Вот эти Вот как бриллианты Тех вот самых Детишек Которые обладают Талантами И потенциалом Выше среднего Вот их малость Отсеивать Константин У меня вот такой Парадоксальный вопрос Ведь очевидно Что для жизни И впрочем Безбедной Жизни Существования Человеку Необходимо Не так уж и много Не нужны ему Длинные яхты Последние лимузины Новейшие айфоны И так далее Все это Как раз таки Навязано Рекламой Маркетингом Покупайте новое Покупайте лучше Чем у соседа И так далее А на самом деле Для того чтобы Человеку существовать Вот как в Советском Союзе Смотрите Там было ведь Ограниченное количество Ну скажем Людей имеющих Машины Американские Тогда Это было в диковинку И люди Ходили практически Все в одной одежде Похожая была одежда Если кто-то ходил В джинсах Откуда вся эта Вся эта странная Ситуация С жвачками И джинсами Говорят что Советский Союз Как раз Пал Под воздействием Вот этой вот Психологии Маркетинга Почему Люди до сих пор Не могут осознать Простые вещи Что им не нужно Покупать брендовые вещи Что достаточно Купить то Что необходимо Для обычного Земного Человеческого Существования Почему психология Человека стремится Купить больше Лучше Качественнее Дороже И так далее Дорогая вещь Значит хорошая Я могу сравнивать Меня поразило Что когда Я в свое время Приехал 20 лет назад В Финляндию Меня поразило Почему вдруг Человек У которого Несколько радиостанций В США Там В Финляндии Обеспеченный человек Все У него вертолет есть Ну для По делам Летать Да А он По городу Ездит На маленькой машине Рено Клио Радуется Что купил Покрышки Со скидкой Там Сколько-то процентов Да Нет Входят Самые обыкновенные Пары Почему Вот Какой смысл Быть тогда Богатей Ну вот Но вопрос Это в другом Потом выяснилось Что Дети Богатеев Даже богатых Этих людей Воспитываются В детстве Осознанием Того Что деньги Это инструмент Вот это Очень важно В 1903 году Мы с коллегой Снимали Видеосюжет О финской армии Финская армия Это армия призывная Но Мы беседовали Что-то у нас Со связью Сегодня Давайте послушаем Еще один звоночек Здравствуйте Добрый день Вот ваш гость Говорит Что в советское время Люди Не было Нечего деваться Вы не правы Я в советское время Жил И знаю Люди Одевались На порядок Наверное Даже лучше Чем сейчас С выбором Было конечно Сложно Это все Доставалось Никто Не одевал Юбку И кроссовки Женщины Ходили Одевались Более красиво Одевались В каблуках Доставали И так далее Да Была проблема С машинами Да Это нет А что касается Одежды Лучше одеваться Потому что Денег в людей Хватало Намного больше Не было проблем Достать было Доставали Женщины Это не самое было Что нельзя было Доставить Было Беспроблемно Но дороже Но дороже Чем бы В магазине Купили Так что Тут Правильно И критически Оценивать И вещи Я думаю Что во время Советского Союза Тотальный дефицит Который был Во всех областях Конечно Формировал Тоже Определенное Сознание Человека Советского И мы все знаем Что такое фирма О Советском Союзе Дело все в том Что Советский Союз Это была Наша стая Как говорили Часть земного шара И он был крайне многообразен 40 лет тому назад Можно было Рядом с общежитием Университета В Вильнюсе Где я учился Выйти напротив В магазин И купить сигареты Американских брендов За обыкновенные Советские рубли Они стоили тогда Полтора рубля коробка Это были вот эти Первого ряда Американские бренды Делали их в Финляндии И они там продавали В Риге Их купить было невозможно Вот так Зайти в магазин И купить Почему Неизвестно Но с другой стороны Константин Объясните мне Такой простой момент Казалось бы В Советском Союзе Существовало планирование Экономика была плановая Нужно было Выпустить столько Количества Например Сапогов Условно говоря Или туалетной бумаги Но странным образом Что кроме джинсов И туалетная бумага Например Тоже была в дефиците Что очень странно Почему так происходило Она довольно просто Вообще появилась Как таковая Но дело не в этом Вот вы смотрите Еще в конце 50-х Начале 60-х Годов Когда Советский Союз Был довольно неплох В области Вычислительной техники Появилась ведь Тогда идея Она дошла До уровня Совета министров О создании Специальной Как скажем Всегосударственной Системы Наблюдения За продажей Эта система Должна была Собирать данные О продажах В режиме Реального времени И таким образом Планы бы готовились Не раз в год На следующий год Они бы готовились По ходу дела И тогда бы можно было Видеть Сколько его Нужно производить Вот прямо Что называется Прямо сейчас Однако Стоит отметить Что в партийном Руговодстве Того времени Были люди Которые Особенно там Такой господин Суслов Отметился Которые считали Что это Передаст Полномочия Партии В руки Электронной Машине И он приложил Все усилия Чтобы Этот проект Грохнул Он и Грохнул Но тут И тогда Возникает вопрос Как же Осуществлялось Планирование А планирование Осуществлялось Именно так Писались Отчеты Эти отчеты Басплан собирал Потом Сусправлял Новые планы И действительно Получалось Что иногда Точнее Очень часто Получалось Я с этим Был связан Просто Геологией Мы обнаруживали Что у нас На складе До крыши Лежит Вещей Которые Нам не нужны Потому что Они были нужны Два года назад А вот те Которые нам Нужны сегодня Мы не можем Не только Получить Но и даже Купить Потому что Их просто Она просто Нет Какой выход Мы знаем Что капиталистическая Модель Она ведь Основана На рынке И рынок Как раз таки Диктует Необходимости Если спрос Есть Значит Есть и производство Есть ли возможность В связи с тем Что запасы Ресурсы Планеты истощаются Как-то регулировать Этот процесс И как это Делать нужно С помощью капиталистической Модели Социалистической Тоталитарной Или Может быть необходимо Просто жестко Поставить всех в рамки Или что-то Менять в сознании Человека-потребителя Прежде всего Для того Чтобы что-то Производить Даже не столько Важно Кто является Номинальным Собственником Ведь в крупных Корпорациях Заметьте Тьма Тьма примеров Когда создатели Корпорации Отправились уже В мир Руководят там Советы директоров Акционеры Собственно говоря Уже люди Которые относятся К компаниям Как наемные работники Правда Крайне Высокооплачиваемые Но у нас вопрос В том Что они Занимаются Либо хорошо Управляют Своими фирмами Либо плохо Управляют Своими фирмами Вот в чем дело И вопрос Как раз Еще с другой стороны О том Что сами люди Должны прекрасно Понимают Если они покупают Лишние То в таком случае Они наносят ущерб Но как Заставить человека Это понимать Вот сейчас В Европейском Союзе Тоже на этой неделе Я как раз Об этом хотел сказать Пошел Очень серьезный Разговор О введении К 2025 году Единого Углеродного Налога То есть Покупая Товар Условно говоря Две ручки Но И у них У обоих Будет Условно говоря Одинаковая цена Допустим 2 евро Но У этой ручки Будет еще налог 50 центов А у вот этой ручки Налог будет 5 центов И если человеку Неважно чем писать Он скорее всего Купит Особенно если Это Для организации Скорее всего Купят вот эту Ручку Которая Экономичнее На которой Маленький Углеродный Дал налог Хочу заметить Что Господин Медведев Это бывший Президент Российской Федерации Бывший Премьер-министр Он уже успел На это отреагировать И сказал Что с точки зрения Европейского Союза Это напоминает Такую Особую Протекционистскую Систему Но нужно отметить Что даже В той же России Есть предприятия Которые уже Могут предложить Той же самой Европе Товары Которые Будут иметь Очень маленький Вот этот Углеродный налог То есть Смысл какой Если человека Нельзя убедить Так скажем Нельзя апеллировать К его разуму Так скажем К душевным Смойствам То тогда Можно апеллировать К его кошельку Все то Что вредно Для окружающей среды Обложить Особым налогом И уже Его дети Будут понимать Что например Ездить на бензиновой Машине Дорого А вот Ездить на Электрической Машине Даже если Она красивее Быстрее ездит Гораздо выгоднее Потому что Налог меньше Вот в этом Такая логика И все это Уже процесс Пошел Европейская комиссия Этот процесс Уже Можно думать О том Как в это Все Вклиниться Получается Что к сознанию Человеческому Достучаться Практически Невозможно И надо Все регулировать С помощью Рубля Доллара Или евро Несмотря на то Что самые ценные В нашем мире Вещи За деньги Не купишь Такие вещи Как любовь Дружба И так далее Ну что ж Спасибо Большое Мы говорим Константину Рангсу Я не знаю Как-то может быть Подытожить Нужно было бы Что делать И как будет развиваться Какие-то прогнозы Может быть За завершение Нашей беседы Ну нет Прогнозы Вообще На самом деле Довольно-таки Искорбные И Вот сейчас Четверть штата Луизиана Последние новости Смотрю Остались без света И уже специалисты Говорят Что ураганы Будут становиться Все больше и больше Проблем Все будет больше У городов Будет больше проблем В том числе У наших Вот Иногда мне Кажется Что Когда какой-то Жареный петух Плюет Человека Пониже Сей спины В том числе И вообще Все наше общество Мы начинаем Шевелиться И проявлять Чудеса Изобретательности И сознательности Мне кажется Все эгоисты И хотим Больше И лучше Все-таки Эгоизм Как-то Удастся Умерить В глобальных Планетных Масштабах Для того Чтобы человечество Как Раса Человеческая Она как-то Продолжала Своё существование И выжила В эти Действительно Очень сложные Времена Ну что ж Друзья мои Спасибо Еще раз Говорим Константину Рангсу За Такую Судержательную Беседу И хочется Надеяться Что люди Научатся Все-таки Довольствоваться Малым